Для тех, кто смотрит в записи, это, возможно, последняя игра первого дня турнира ВЦА, который проходит в Китае. Кстати, до сих пор не знаю, какой именно город там, где именно проходит. Вот, и играет Мун, знаменитый корейский эльф. Если вы смотрели когда-то Warcraft, то наверняка замечательного корейского эльфа. Играет он против, ну, сравнительно, конечно, молодого эльфа из Великобритании, Watch of Reacher. Они играют до двух побед. Сейчас заканчивается первая часть, ну, групповой стадии, так скажем. Завтра будет продолжение банкета. Турнир с классным призовым, в 108 тысяч долларов. И многие старички, вот Мун из армии вернулся. И потренировался специально к этому ивенту. Многие старички активизировались и решили тряхнуть стариной. И показать, на что они способны. Причем Мун в прошлом матче, который мы смотрели против Xixi, он уже продемонстрировал, что есть что попридумывать, есть заготовочки. Но Ворчев, скорее всего, видел эти игры, так или иначе. Даже несмотря на то, что они параллельно шли, наверняка до него как-то информация дошла. Там все сидят рядом. Поэтому посмотрим. Мун, синий эльф, Ворчев, Рич, просто Рич, наверное, буду называть его, с красной слева. Пошла разведка, причем они как-то разменулись дико, как вы видите. Да, они пошли разведывать не на ближние. Но это такая логика интересная. То есть, ты не делаешь разведку на ближние, думая, что противник разведывает на ближние. И ты сразу поймешь, что он рядом. Поэтому сразу все идут разведывать на дальние. Но по такой логике, ты очень поздно, так же, как, в общем-то, и противник твой, узнаете, кто где находится. Да, вот сейчас они встретились на противоположной точке карты, пересеклись виспы и поняли, что, оказывается, они-то соседи. И разведка пошла не туда. Ну и повесились там на елке на ближайшей. По девайсам. Сила и плащик. Сила, конечно, лучше Диме. В подавляющем большинстве случаев. Потому что 75 дополнительных хп, в конце концов. А плащик крайне редко помогает. Идет легкий блок, для того, чтобы речь не добрался до... Ну, он добирается, берет кольцо. Ну, получил больше урона, чем должен был получить, конечно же. Его задача была просто выбить девайс здесь. А он лишился половины хп, сейчас моноберную еще под зад получит. Так что ситуация у Муна, даже несмотря на то, что девайса у него такого нет. Хотя и девайс-то не очень хороший, что он кольцо. Самый, пожалуй, плохой в такой ситуации. У Муна ситуация хорошая. Вижу виспа урча фрича на базе у Муна разведывательного. Пошел грейд на Т2. Скорее всего, и там, и там Мун повнимательнее. Вот по этим небольшим моментам, по тому, как он кидает моноберн, в частности. Видно, что он более сконцентрирован, что ли. То есть Рич, у него и с героем беда. Видите уже, какая хп нет. Маны нет. Ему лечиться будет крайне сложно. Да, там 2 Мунвелла, 3-й достраивается. А, 3 Мунвелла, 4-й достраивается. Но вот он пришел, выпил все Мунвеллы. И по факту у него столько же жизни, сколько и у Муновского ДХ. Плохо, плохо. А Муна дома ждут Мунвеллы. Заполненные почти до краев. Там не до краев, там чуть больше половины. Ночь только началась. Очень агрессивно играет Мун. Он даже отменит 4 Мунвелл. Отменит, отменит. Тут не закупил ботинки. Ой, поплыл, поплыл, поплыл. И была вот ли отмена или нет. Мун спасает Арчу на последних хитах. Очень хорошо играет. Я не зафиксировал количество ресурсов, к сожалению, у Арча Фрича. Не могу сказать, удалось ли ему отменить Мунвелл или не удалось. Разбежались, вроде бы. Разбежались, будут крепиться. Да, конечно, безусловно, есть такое серьезное еще напряжение. Я догадываюсь, что есть серьезное напряжение для Арча Фрича. Потому что у Муна за плечами огромное количество лан-турниров. В самых разных странах. В самых разных статусов. А в Арча Фрич начал сжечь, если так можно сказать. После того, как уже все ВЦГ прошло. Последнее. Опыта на ланах против такого игрока, как Мун... Ну, в смысле, опыта на ланах у него в принципе мало. Поэтому ему, конечно, должно быть тяжело собраться. Ну, вот видите, мелочь, казалось бы, да? Выходит Нага, стреляет по виспу. Там пять выстрелов у нее. Ну, в Испании диспелит. Том оф экспириенс, хорошо, выпадает. Отличный девайс. До сих пор не сбалансированный. Три раза фиксили. Не дофиксили. Да, у Муна все хорошо. У него фуловый герой, у него второй герой есть. Он не отстает по криппингу в принципе нисколько. Кольцо ему выпадает плюс три. Подконтроливает Арчи, хорошо. Все вроде бы ровненько. Ну, до этого, в общем-то, были такие мелкие моменты по игре, которые... С течением времени будут постепенно... Ну, это преимущество Муна, оно будет постепенно нивелироваться. Ух ты, второй на третий, слушай, а почему... А, из-за томов экспириенс. Слушайте, это важно. Тутмас Арчи будет... Ну, на Тартл-Рок так, в принципе, часто играют. В Медведей идти довольно опасно на таких респах, потому что очень близко идти. Ситуация для Мунда на самом деле сейчас плохая, потому что обмениваться вот так вот моноберном 50 на 100, это невыгодно. Очень сильно невыгодно, не говоря уже о том, что Дима там плюс один левел, это... Добавляете спокойно 50 хп, добавляете двоечку урона, еще чуть-чуть армора. В общем, тяжело. Да и Арчи, кажется, у Луналикова тоже меньше, чем... Нужно Древо Ветров? Да, вот здесь есть Древо Ветров, выход в Цикло у Ричи. Арчи и Парчом уже сравнялись более-менее. Но где-то нужно этот третий левел получить. Минус Висп, хорошо. Огромное количество Арчи, просто огромное. Очень сильно зарешает еще первый талон. Ааа, не туда выложил Девайс. Ух. Выложил, но вовремя пришел в себя. Арчи бы добить слева. Не добил. Причем он Бараком почему-то решил не добивать, типа, так добью, чтобы экспу получить. А вышло, что Арчи выжил вообще. Опять третьего левела нет. Мун мог не подводить Нагу в тот момент, когда он добивал магазин. И тогда бы ситуация была абсолютно другая. У Муна готов Грейт на Nature Blessing, но ситуация у Рича лучше, значительно. Тем более он читает, куда побежит Мун. У Муна Бараки. А это что? Еще Бараки. То есть ты решил без талонов играть. Отдает большую... Добил, добил, добил большую черепаху Рич. Красавчик. Подошел просто и Лайк Баус просто взял и с руки Димы добил. И Мун остался только с Девайсом, фактически. Третьего левела опять ему не видать. А Экспанд... Ну, Мун, конечно, всегда поражал его такой вот дикой абсолютно логикой. Она чем-то похожа на логику адвоката, если вы помните такого товарища из Старкрафта, который говорил про то, что как раз... Это же его тема, что если у тебя все плохо, ты ставишь Экспанд. Если у тебя все хорошо, ты ставишь Экспанд. То есть если возникает какая-то ситуация в игре, отличающаяся от... Как бы это сказать, от баланса, да, в силах, либо в худшую, либо в лучшую сторону, ты всегда ее должен как-то пытаться изменить Экспанд. То есть если у тебя все хорошо, ты ставишь Экспанд просто потому, что противник ничего с этим сделать не может, а если у тебя уже и так все плохо, то кроме Экспанды тебе ничего не спасет. То есть ты либо халявишь и пытаешься это преимущественно верстать за счет наглости своей, либо ты продолжаешь дальше проигрывать. Но... Ну, да, поставил базу, да, закрипал красную точку. Рич, в общем-то, тоже. Время зря не теряет. Продолжает крепиться. Взял своих больших черепах. Да, но вот со стороны, как бы в этом действии, в этой ничке, логики не было. То есть он ее поставил тогда, когда была непростая ситуация, вот у него на базе, что вот второй, третий демон против второго, тяжело, на него нападают, и он ставит Эксп. Томов Эксперинс, второй, как же его прет-то, а? А что за девайс? Девайс не Ау... А, нет, Бриллинс, что ли? Ой, да, Бриллинс Аура. Такая... Это лучший девайс под талонов. Самый лучший, вообще-то, под талонов девайс. Фактически в вашей армии призрачно присутствует Архимаг с Аурой. Это очень круто. Прет. Вот прямо на девайсе, на ключевые, очень прет. Два томов Эксперинса и Бриллинс Аура под талон. Не говоря уже о том, что она на героев хорошо действует, это все понятно. Просто одно дело, когда три героя и медведи, а другое дело, когда... Ну, или два героя и медведи. Другое дело, когда три героя и талон. Это две, как говорится, большие разницы. Но сейчас Ворч... Рич Амун ставит еще одну базу. Понеслась! Но Тартл Рокки на ближних респах делает три нычки фактически. Такой псих. Просто псих. Он же Мун. И пошел отменять вражеский Эксп под инвизом Димой. И Рич делает разведку. Кстати, после этого он должен скелета вернуть. Типа, вот он... Или он... Он не добежит по времени, скорее всего. Не добежит, не добежит. Время, 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 время. Вот комментаторы... Та-да-та-та-та... Тэт опытный, да. Да, увидел. Господи, все, спалено. И тут Рич понимает, что Мун-то офигел. Отменил у него базу. Сам ставил третью. А я-то... А у меня-то вроде как преимущество. Он еще нападает на меня. Тут барак еще раздает. Вот ТП. А ТП не готов, Мун-к ТП. Ой, все. Надя... Они говорят, не Нага, а Надя почему-то. Нагу окружают. Стафа не завезли. Подошел, подбернил талон и убежал. Да, ну за такую наглость, на самом деле, можно и нужно наказывать. То есть главное не поддаваться вот на эти провокации. Еще одна база. Главное вот не вестись, типа не бегать, не терять время. Потому что время сейчас будет работать на Муна. Одним из главных плюсов вот такой агрессивной темы с экспандами... Скорее всего, Мун поэтому и выбрал. Классно. Там две базы строятся. Муна и Варча Фрича. Является то, что талон, в отличие от Медведей, ну вместе с Арчами, соответственно, талоны Арчи, они очень медленно фортифай и армор коцуют. То есть штраф идет и у пирсинга, и у магического урона. То есть если нычка настроилась, то ее достаточно сложно убить. Диспл пошел. Ну, в общем, Мун пробует разводить Рича, нападая на него со своего мейна. И при этом ставит базы. Выкупается сейчас Нага в таверне. Но Мун все равно сейчас на дне. То есть по игре он сильно позади. Герой у него хуже, героев у него двое. Вместо Арчи и талонов у него просто... А, и видите, как делает Рич? Он понимает, что ему долго дерево рубить стрелами. И он решает просто шахту отменить. Дело... Ну, в смысле, это решение такое. Это полумера. Но убьешь Веспов, отменишь прикупку на шахте. Уже минуту выиграл. ТП на ТП? Типи, типи! Ой, не все селепортировались. Три Арчи остались. Интересно. Попыталась схайдиться одна Арча. Наивная. У Рича нет вообще базы. Тут отменил Дима с персональным телепортом ему базу. У Муна добычи тоже как таковой нет. И не будет в ближайшее время, потому что тут два барака Рича с руки там. О, меткость. Меткость, это хорошо. Без ТП идет, Рич. А это, кстати, может ему игры стоить. Ой, Нага! Ой, все. Какая же ты бедовая. Надо сейчас за бараки встать. И попытаться здесь сражаться. За бараки ты не встанешь, потому что просто... Ой, там еще Нага такая никакая. Да нет, Рич должен продавить. Хайди торчу. Бараки... Нельзя торопиться с выводами, потому что, вы видите, Мун каким-то чудесным вообще образом с полуживой Нагой отбивается от Рича. База у него живая. Да... Буратины ходят, как в старые добрые роковские времена. Правда, тогда у них был фортификейт армор. И это был такой ultimate weapon. Только баллистами перебивалось. Или другими бараками, просто баш на баш. Вот попробуй прорваться через эти два ова. Давай, нападай. Диме сразу не хочется вот обмениваться ударами с такой елкой. Он почему-то терпит. Видимо, ввиду отсутствия... А, ну, Рич ставит две базы, кстати. У него по центру одна, и в углу вторая. Форкет на одну арчу. Минус две арчи, отлично. Рич отстреливает. Шамба, шамба. Там... Нам не показывают, но Demon Hunter отменяет базу в центре. Одну. Идет атака. Свиток. Там АМШ, инвул, рейнджерка умрет точно. Ну, конечно, да, да. Тут, в принципе, надо телепортироваться. Куда? Это mistake, mistake, which mistaken. Это глупо. А, нет. Он специально сюда стелепортировался. То есть я думал, что это будет... Это просто двойной телепорт. Ну, все равно зря, скорее всего, сюда степешился. Хотя Нага... Нага, если инвул передать... Ой, передался, заюзал. Последний момент. Да, ну а толку? Все равно отдаемся. Неплохая игра. Жалко, она быстро закончилась. Да, Рада, это минус два, это понятно все. Минус базы. Есть угловая нычка еще у Ворчефа. Пятый Demon Hunter. Та армия, которая осталась справа, она справится с экспандом. Времени хоть отбавляй. Для этого... И Рейнджека Первый пытается там как-то демона подэмэджить. Да, обычно такие игры, когда вот... Муну нужно было время. Ему нужно было значительно больше времени. И его тянуть. Выигрывать всеми способами. Он пытался. Мы видели, что он пытался, атаковал. И с персональным телепортом. И на мейн приходил. Но этого недостаточно оказалось. Ну и Рейндж действовал весьма адекватно. То есть он сделал адекватную разведку. Он понял, что за ситуация. Разведка и потом была очень хорошая. И просто не давал Муну спокойно собирать золото. Ну, в Луналики выкупил героя. Тут Циклон. Да, я не знаю, что они переживают. Без шансов вообще для Муну в этой партии. Ну, в этом сражении конкретно. Ге-ге. Ге-ге. Вот так вот. Blizzard Pro поддержал канал SM200 рублей и сообщает, что Мишке донат на шишки. На шишки? Мишки, да. Мишки только на шишки. И на мёд. Да, вообще стоит отметить всё-таки, что два Tom of Experience и Brilliance Aura. Не стоит это забывать. Точно там в чатике подсказали. Потому что если бы не Tom of Ex было не три, не третий левел Димы, да, включу момент. Если бы не Brilliance, ну это вообще и на талонов, и на героев колоссальное влияние оказывает. Помнишь, Tartalrock против форка, ближние респы ставит, ничку идёт у тебя с застройкой. Всю базу, отдаёт барсика. Не, Гравди, не помню. Не помню. Нас Дми говорит, как же я кайфую от игр, боже мой, что в 2008 вернулся. Да, приятно. Неожиданно, видите. Хопа и Варкрафт, хопа и призовой, как три ВЦГ. Хопа и организация фиговая. Бывает такое? Там были вопросы по карте, та не та, но вроде Эхо Айлс, дочеркались, будут играть. Здесь вариативности в плане Мирора значительно меньше, чем на Tartalrock. Хотя на Tartalrock это не так много, больше на Twisted Meadows, скорее всего. Так что мы видим с вами, как виспы побежали ставить аовы на лагере наёмников. Рич ведёт 1-0, причём прошлая игра прошла, ну хорошо Рич себя показала, хорошо. Мун выкручивался как уш, но не удалось. Разные свои фишки использовал, использовать пытался. Наворчив, не поддался. Перерыв сегодня или потянешь, говорит Беспа. Так обещали, я думаю потяну. Если это последний матч, то вообще хорошо. То есть у меня будет ещё час на то, чтобы разобрать скайп и почту, отдохнуть голосом и поиграем. У нас же там интересно всё будет. Что завтра стрим по сайту вечером, и тогда завтра точно нет. Развётка пошла тоже практически синхронным друг к дружке. Тед, видите, кликает опять, перекликивает Мудвелла и Алтарь. Классно, они пересеклись. Будет ли Варчифу также вести на девайсе и на этой карте? Или нет? Тут, кстати, Мун может сыграть тоже агрессивно из серии «Магазин по центру» и «Пушить». Подводит немножко Арчу для того, чтобы дэмэдж наносился и правому Кобальду. Ну, у Рича, вы видите, тоже здесь всё отлично. Даже быстрее получается, чем у Муна. На этом Респе, кажется, и бежать-то ближе получается немножко. Хотя, наверное, не столь это принципиально. Что? Сапоги. Да, Муну не везёт на девайсе. Что такое «не везёт» и как с этим бороться? Ну, и Вейжн далее. Зачем мы и Вейжн? Продать. Зубич. Закинул 150 сообщает. Спасибо за трансляцию. Да не за что. Я-то с удовольствием. Так, продолжается криппинг, зелёная точка. И вообще, нужно к магазину, наверное, бежать. Хотя, Муну это важно. А вот Ричу уже особо и не нужно. Сапоги у него так и так есть. Висп находится рядом, следит. По крайней мере, Муновский. У Рича разведки такой нет пока что. И есть ещё Виспы на маркетплейте. Оба, причем, там висят, кажется. Когти. Ох. Перчатки. Ну, так. Похуже когтей несколько. Сапоги персоналка. И все оба не третий, оба разменулись. Ну, проверяют базы просто. Боятся, что там что-то строится. А зачем Рич пришёл в магазин? Серклетку, что ли, купить? Да, серклетку. Ну, хорошо. Логично. Мун заходит. Просто. Просто заходит на мейн. Начинает бить Виспов. Во время грейда это очень неприятно, конечно. Находит целый выводок шариков. Один минус. Ну, диспал был, но, как бы... Возвращается. Сюда Рич. И не совсем понятно. Персоналочку делать. Даже не пробует блочить. Как-то Рич очень странный сейчас себя повёл. Он мог просто заставить получить больше урона. Муна. Хантерс Холл. Вместе так, чтобы его сложнее было найти. Демон Хантеру. И, соответственно, отменить. Кажется, Мун идёт туда бить. Бить Огра. Причём, Рич подходит Заре. Мунобёрн. Да, у Муна всё плохо. У него битый Дима. Сражаться за этого синего Огра он не может никак. Хотя хочется, конечно. Девайс. Так, вот сейчас светануться ворчев Рич на этой точке. Это даст возможность просто Муну добить. Да, вот он добил. Скролл в зе бист. Аркадий такой, а. Да, да, персоналочка. Ай, тихо, что-то... Что? Такая чушь. Там через шифт не сработал. Ну, в смысле, он мискликнул, скорее всего. Должен был после телепорта выдать два Мануэла и отбиться. Он просто взял, отдал своего Димуку. Ну, что случилось? Что за сигнал из космоса к нему прилетел? Да, да, это крупный фейл. Огромный просто косяк. Да не говорите. Ну, возвращается Дима, на этот раз он выпил. Из колодцев. А тут козел. Телепорт сразу. Ну, нет, нет. Вторая прикопка. О, сейчас можно диспл сделать было красиво. Некрасиво. Некрасиво, некрасиво. Да, я разочарован. Минус ТП, конечно же. Тут все лучше. Раньше лорницы. Раньше второй герой. Не было этих баснословных трат на воскрешение героя. Ну, и от меня это еще лорницу рич. Рич хорош. Так, ну это минус ТП. Хотя, траля, наверное, лучше забрать. Лорница вроде... Отчего? Нет, не хочешь лорницу защитить свою? Прикопочка там нет? Защитит, защитит. Скоро уже достраиваться будет лорницу. Да, тут Рич неправ тоже. Телепорт на телепорт. Игра еще, конечно, может повернуться в экспанд. Да, что-то там есть синенькое у Ричи на натурале. Но кажется, это просто висп, а не дерево. Слишком мелко для елки. Для дерева, точнее. Да, уж. Ну, сейчас пассивненько разбежали. Скриппинг на барак, видимо, пофиг уже. Что он там умер. Хотя мог пригодиться в лейте. Никогда не знаешь, с чем это все закончится. Может быть, придется ставить базу. Может быть, придется ее защищать. И этот барак, он может как пара медведей в дефенсе работать. Битая лорница. Тут с арбой приходит уже Рич. У Муна тоже есть арба. Не успел сделать. Дима, конечно, очень большой дамаг наносит. Двое когтей, перчатки скорости. Муна что-то совсем нет. Прикопка на медведя. Риджуф. Да, это ГГ. До свидания. Ну, дальше просто по наклонной пойдет. Минус Дима, минус медведь. Дима-то там нарезает ГГ. Да, первая игра была интересней. Тельфийский мирор, в принципе, он такой специфичный. На любителя, так скажем. Ну, и Мун грубо ошибся во второй игре. Так что, вполне заслуженная победа Рича. Он сыграл четко. Я думаю, что он будет переходить. Прикопка на медведе. Продолжение следует...